доброго времени суток друзья и приветствую всех на канале эрзон game сегодняшний ролик я бы хотел посвятить циклу серий которые есть на моем канале а это будни работяги хотелось бы показать какую-то специальность который может позаниматься каждый но тем не менее она должна являться какой-то уникальной которую мы и рассмотрим на проекте арсенал games да да мы рассмотрим именно рабочее занятие которое мне приглянулась и хотелось бы этим поделиться с вами мы не будем рассматривать какие-то красоты достопримечательности данного проекта которые здесь есть да здесь есть на что посмотреть и эту карту мы уже с вами не раз видели на каких-то других проектах карта популярна как раз таки из-за того что она красивая она зеленая она с измененным ландшафтом и на этом проекте все это присутствует но рассматривать этого мы будем так сказать уже в второстепенной очереди а первым же делом нам нужно посмотреть какое уникальное рабочее занятие здесь есть и доступная для всех для всех кто был зайдет на этот проект захочет чем-то позаниматься и надо сказать что заниматься здесь есть чем помимо стандартного набора занятий там почтовый курьер дальнобойщик тут есть еще интересные профессии так например есть фермер которого может быть когда нибудь мы коснемся есть целая российская локация где вот и надо при и предстоит в общем-то заниматься фермерством но как я сказал может быть мы в дальнейшем этого коснемся посмотрим что из этого получится ну и заходя на этот проект я все время натыкался на какие-то ивенты и в этот раз тоже в общем-то не стал исключением я как раз зашел и попал на одно из таких мероприятий которые здесь в общем-то проходит постоянно а это был захват заложников наши требования подгоните нам сюда вот на ту парковку вертолетов большой вертолет чтобы туда залезло 6 человек вот нам нужны пояса полицейские вот соответственно поясов давайте поясов давайте 10 поясов нам вот сейчас и пожалуйста мне не знаю вот так скажем так для разрядочки нам пожалуйста камаз оливковых консерв вот что-то кушать захотелось вот пока вы это пока вы это все будете делать пока вы это все будете делать подожди уберите человека иначе я взорву сейчас нам принципе терять нечего все мы смертные все мы там будем когда-то я согласен давайте так давайте сделаем я вам пойду немножечко навстречу вот если пока вы это все будете так сказать искать собирать вы можете обеспечить людей которые у нас заложники у нас внутри человека вот едой при можете пригласить человека который передаст им еду пройдет вот один заложник товарищ сатурник спасите нас пройдемте вот второй стоит ну вот друзья примерно таким вот образом здесь происходит с завидной регулярностью подобные ивенты или куш не знаю называйте это как хотите действительно в этом участвует практически все перекрывается периметр идет постоянное оповещение населения мирных гражданских эвакуирует но идет игра вот реально идет игра это на самом деле интересно за этим смотреть но мы пришли сюда не для этого вот кстати говоря возвращается с переговоров тот самый переговорчик речь которого мы очень-то очень плохо слышали просто у одного стояла на крики разговора у другого видимо на шепоте поэтому мы слышали только террориста но тем не менее переговоры состоялись с террористами удалось договориться но вот мы то с вами пришли сюда не для этого а для того чтобы посмотреть еще один одну вернее серию из цикла на будни работяги так что давайте-ка и поедем заниматься нашими делами а именно я хочу устроиться в организацию который называется дрсу дорожно-ремонтно-строительное управление именно дорожными работами и вообще ремонтом на этом проекте мы и будем заниматься для этого нам надо было дождаться мирного времени взять машинку я выбрал вот такую это называется пил 50 смешная машинка выбрал я ее просто для того чтобы показать нет на проекте есть и вот такие вот машины с охрененной детализации вы можете заметить например здесь видна даже текстура кожи каждый шов виден виден даже текстура ремня безопасности да вот есть и такие машинки но повторюсь что мы сюда пришли не для того чтобы рассматривать автомобили здесь огромное количество арендованных машин не арендованных покупаемых машин но и свои уникальные машины но я выбрал вот такую вот и на ней там и и поедем устраиваться в эту организацию дрсу дорожно-ремонтно-строительное управление ну а как происходит здесь работа трудоустройство в общем то сейчас мы все это увидим ну а разъяснит нам один из представителей данной организации который примет нас на работу ну и в дальнейшем просто сделает такую экскурсию по этой профессии ну и давайте мы уже приступать появляться ты будешь вот прям вот здесь вот первым делом заходишь вот этот ангар ты должен быть одет чтобы получить бесплатно автомашину сейчас покажу как вот так видишь на тебе не лопата ничего не должно быть вот так ты должен одет тогда ты можешь вот здесь взять бесплатную машину а где мне такую взять каску жилете к тому что мы вот здесь сейчас подойдешь форма дрсу есть возьми три вещи форма каска и жилетик больше ничего не передам все теперь там вверх верхней возьми там есть ремонтник ремонтником станет и последняя машина дрсу получить а вот это моя теперь да да а теперь твоя а у тебя круче а почему все круче позже машин а мне также часть я все объясню посмотри запомни вот это называется маленький набор то есть маленький эвакуатор грузишь джип этот джип имеется такое когда он подъезжает к сломанной технике или вот когда на этом эвакуаторе едешь и врезаешься в дерево в камень стену все что угодно благодаря тому что у тебя есть джип с инструментами ты сразу же чинишься за секунду поэтому этот джип всегда с собой берем вот это называется маленький набор когда кто-то из арестников на базу но сюда прилетел быстрее чем ты взял уже большой набор и уже ездит по острове убирает плохие участки но другие прилетевшие сюда достают маленький набор вот этот маленький набор и едут ставят его на аэро для чего это делается для того что мы не только плохие участки чине а еще и оказываем услуги ремонта техники многие люди на острове врезаются и не могут починить свою технику вот они пишут нам мы приезжаем по координат и чинивым технику и забираем в зависимости как далеко мы поехали 100 200 300 как говорится за работу свою вот иногда бывает полицейский просит эвакуировать легковые автотранспорт особенно после перестрелки тоже вот можно взять эвакуатор и эвакуировать эвакуатор и вся наша техника только на нашей базе получается понял а если я кажу войны то я не могу им пользоваться да если у тебя нет ключей то ты не сможешь им пользоваться чтобы тебя были ключи мы все рейсники друг другу ключи передаем заходим планшет есть ключи я тыкаю на на машину выбираю тебя и передаю вот так ключи внедорожника и от фарда теперь у тебя есть ключи подходишь вот в этом место у этого по эвакуатора вот сюда сюда подойти вот тут есть такая выгрузить технику и нажимай на нее но у тебя появится видел ближе подойти до до его есть да вот если ты вы выгрузить нажмешь вот этот джип выгрузится пока у тебя ключей нет у тебя вот эта надпись не выходила бы эти ключи передал сейчас ты можешь спокойно пользоваться эвакуатором ну да я беру потому что теперь покажу его кота я ничего не мог сделать а теперь пока жу как большой набор делал основной джип эти объяснил он нужен для того чтобы ремонтировать технику ну и сам себя ремонтирует а чтобы убирать дороги плохие участки вот эти которые есть у нас везде надо доставать большой нам большой набор это джип каток и большой эвакуатор джип достается здесь совершенно бесплатно каток и эвакуатор доставится вон там на втором этаже пошли теперь так как ты а рейсинг ты сможешь открывать эти двери все эту дверь и тебе доступно вот эти два планшета вертолет на это собственный гараж вертолетов тут автомобиль это первый гараж это твоя техника лично поставить гараж это значит свою технику поставить гараж автомобильный магазин это вот как раз посмотри там уазик есть этот асфальтоукладчик есть каток есть невушка и старая вот и фургон фургон кстати имеет такое же свойство как и джип ремонтирует ремонтирует технику вот так но так как если ты его погрузишь в эвакуатор уже каток не влезет так как фургон считается грузовой техникой вот он тоже умеет ремонтировать технику то есть надо брать каток да да бери каток тыкой и и бери его в аренду вся наша делала в аренду эвакуатор не надо пока надо же убирать с места получения спускаешься сюда и ставь его вот примерно вот сюда передо мной все еще еще чуть-чуть все стопы походи так теперь там же поднимаешься нижний автомагазин у нижней там этот выбираешь там есть три эвакуатора есть маленький эвакуатор есть средний эвакуатор есть самый нижний третий длинный эвакуатор получит длинный эвакуатор там расцветку выбери надо садись так же открывай и поставь технику так чтобы зад твоего мерседеса был вот вот перед вот этом джипом вот так здесь стоп-стоп-стоп-стоп выходил теперь сюда планшету подходишь и грузишь сначала внедорожник затем каток еще раз выбери только там не выгрузить а погрузить выбери теперь объясняю зачем к только грузим вторую очередь первое грузится то что ближе вот к этому задок этого катка до то будет грузиться первым тебя первый самый близкий стоял джип поэтому загрузился первым к так стоял чуть дальше поэтому загрузил старым зачем коток грузим последним потому что в каток садится самое легко когда он сзади вот отсюда я сейчас ли возьму То я сразу сажусь в каток. Удобно. И еще каток. Каток это и есть как раз та машина, с помощью которого можно убрать те ямы, которые есть на дорогах. Без этого катка, присутствия именно этого катка, ямы не убирается. Затем эту яму надо убирать только когда в катке сидит человек. Если в катке не сидит человек, ты начал махать лопатой, на эту кучку приехал и начал копать, но у тебя в катке не сидит человек, то у тебя такой бак, что у тебя лопата в таком положении, как сейчас у меня, вот так застынет, ты ее не убрать не сможешь, ни копать не сможешь, ничего не сможешь делать. Тебе придется перезалетать. Бак такой есть. Поэтому никогда не начинай копать кучу, пока не убедишься, вот так смотришь, в катке точно есть человек? Точно. Потом наклоняешь на эту кучку и начинаешь копать. Понял? А то есть кучу убирать можно только двоем, да? Один туда бесполезно ехать? Да, один бесполезно. Но самый прикол в том, что убирать может только рейсник копать, а в катке может сидеть кто угодно. Вот полицейский, он проезжает, на крик поставил себя, типа, блять, сядьте, пожалуйста, на секундочку буквально. Вот он садится туда, да? Ты начинаешь копать, у тебя кружочек пошел, как ремонт техники, как ремонт колесика. Вот. И все, ты говоришь ему, все, спасибо, у меня началось. Все, он тебя будет копать, ты просто не шевелишь. Право-лево только поворачиваться можно, все. Полицейский сел, машина уехала, докапываешь, докапываешь и получаешь деньги. Рандомно, там, как говорится, от нуля до 500 тысяч. Рандомно. О, как. Да. Вообще, в основном выходит 100 с чем-то вот так, 200 с чем-то вот так, 300 с чем-то. Ну, основная цена. Ну, в общем, где-то куча 3-4 и где-то миллион, да? Ну, так уж 5 сказать, да, уже, наверное, скорее всего, 5-6 тонн. Каждый из тех, кто приехал, или только тот кто копает, получает? Вот, только тот кто копает. Да нет, тут и так у всех денег достаточно. Вот, и сейчас посмотрите, у нас куча с правой стороны есть, да? У нас куча навковали. Так, давай теперь покажу, как это делается. Так, вот здесь, здесь. Все, садись в этот, в каток, в каток садись. Сейчас мы с тобой 2 кучки копнем, 2-3 кучки покажу, как делается. РС, и как прилетаешь, сразу же рацию настрой. У нас волна 41. Что длинная волна, что короткая волна. Рацию настраивать умеешь, да? Да-да. Благодаря тому, что у нас и длинная и короткая волна одинаковая, мы друг друга слышим по всему острову. Если ты уехал очень далеко, ты просто берешь и по длинной волне, через автомобиль говоришь. У всех по рации это будет слышно. Вот, имей в виду. Медленно едем, потому что, чтобы не случилось чего-нибудь, да? Медленно едем, потому что техника груженная и очень медленно едет. Мы в гору поднимаемся. Ехать для того, чтобы не врезаться, чтобы скорость не потерять. Ой-ой-ой. Нормально. Так, выходи. А, блин, у тебя лопаты нет, да? Нету, ты сказал, не надо лопату. Сиди, надо лопату, блин. Сейчас, вот я вот смотрю, что ты сидишь в катке, все, я начинаю копать. Сейчас мы на обратном пути на заправке купим лопату тебе, следующие ты копнешь. Тяпка не подойдет, да? У меня тяпка есть. Э, тяпка не подойдет. Все, видишь, она исчезла. Угу. Еще такой момент, когда машина ломается, между, вот я смотрю, третьего лица, между мной и вот этим джипом появляется в воздухе ключ гаечный. Это значит, ремонт техники автоматически. Я просто пробел нажимаю, он у меня аж подскакивает. Я ремонтирую автоматически, понял? А маленький-то, наверное, побыстрее, да, эвакуатор? Самый маленький, да. Средний, вообще, беспонтовый. Ничего туда не лезет. Если грузовую технику надо грузить, то вот этот эвакуатор нужен. Выходи. Пошь копать. Так, подожди, я туда сел? Да. На каток, что надо сесть. Четыре. Готов? Ну ты посмотри, убедись, что я здесь. А какое это назначение должно быть? Ну, кружочек пойдет. Да, значит, пока не готов что-то. Ага, во, все, пошло. Все. Ты просто голову наклоняй на кучку. Смотри исключительно на кучу. Тогда начинаешь 100% сюда. Сейчас мы еще следующую кучку уберем. И этот. И поедем с тобой мне помогать. Мне поможем. Потом поедем тебе машину покупать. Которая тебе очень будет нужна потом. У тебя же сейчас VIP-ка есть. Да, была. Вчера была. Вот, пока у тебя VIP-ка есть, тебе надо VIP-курузовиков набрать. Все, садись за руль. Камазы, Мерседесы и Йети. Ну что, копать или что? Да-да, копай, выходи, копай. Я уж сегодня накопался, хватит. Без меня, блядь, ни одной кучки не копнули. Пизда, я б на прайм-гуре, меня не было, блядь. В бане, мол, прихожу сейчас, мы все, ничего не убрались. У нас здесь захват был. Да какая раз, я всегда один убираю весь устрел. Что, у тебя получилось? Да-да, все, половину сделаю. Все, садись в кабину, поехали. Ночью эти кучки убирать, нахрен никому, ночью надо попатывать. Че тут? Айда, садись. Тут в аренду технику берешь, чтобы этот камень добывать. И она только на одну бурю. Понимаешь, надо уже успеть и добыть, и переработать, и продать. Или иначе исчезнет все ресурсы твои. Это может этим заниматься каждый или только вот ДРСУ? Каждый. Сейчас мы с тобой поедем. Камень, я уже добыл камень, мне его надо переработать. А, то есть можно на каменоломне набрать, и у себя где-то его складируют, да? Вот мне сказали, в доме можно складировать, а я уже проверил, дом не ссуется. Поэтому, если ты уже добыл камень, то надо его и переработать, и продать успеть. Или иначе пропадет просто без вести весь твой труд. Нанеси, и сейчас все нормально будет. Сейчас. Денег же надо тебе как-то заработать. Ну и вот, друзья, таким вот несложным, в принципе, образом на этом проекте Arsenal Game есть такая вот занятость, в которой может устроиться, в принципе, абсолютно каждый. Мало того, что сюда можно устроиться официально, и вот как я, работать в организации, в коллективе, но можно еще и брать эту же работу как подработку. Ну, правда, платится за это достаточно мало. Ну, я бы даже сказал, по нынешней экономике, по экономике этого проекта, очень мало. Но, тем не менее, каждый желающий может, если не хочет устроиться официально, он может подъехать и взять здесь просто подработку. На своей машине ездите по карте и смотрите, где что кто-то сломал. В основном это вот столбы, дорожные знаки, оградительные барьерчики вдоль дороги, которые идут, и особенно часто их сносят. Все это можно поднимать своими собственными силами. После того, как вы устраиваетесь дорожным работником, у вас появляется возможность починить. Ну, и вот вы ездите по проекту и, в общем-то, чините то, что кто-то сломал. Да, это дело за копейки. Но если устроиться официально, то в коллективе можно зарабатывать и по миллиону, и даже больше, в зависимости от того, есть ли у вас время. К тому же, как вы сейчас можете заметить, после смены мы также коллективом поехали уже чисто фармить. Это тоже не запрещается. Можно брать машины в аренду, можно пользоваться, в общем-то, своим транспортом, что здесь очень многие делают. И точно так же, как и, в общем-то, все на этом проекте, также мы едем и зарабатываем деньги только в коллективе, чтобы им не было скучно. У меня рюкзак на 122, это нормально вообще? Вип, потом будет 61. Да и всегда это веселее. Мы поехали зарабатывать деньги на камни. В общем-то, такая очень популярная на этом проекте работа, где надо брать в аренду транспорт, и только этот транспорт возит камни. Из этих камней мы делаем цемент и потом его благополучно продаем. Ну и размеры фарма, вернее, вот эта вот эпичность того, как люди здесь фармят, меня тоже, конечно же, удивило. Я как-то раз показывал на проекте Russian Life, где одна из представительниц тамошнего проекта фармила там в 8, по-моему, грузовиков, в 2 сборщика, в 1 заправщик. Все это было очень эпично. Здесь происходит, в принципе, то же самое. Вот, посмотрите, человек подготовился к фарму и купил себе 20 виповских грузовиков, каждый из которых на 3000 слотов. Вот человек подготовился, так подготовился. Я, если честно, вижу это в первый раз. Ты понял? Вот он и просил нас перегнать. А-а-а. Так вот это и есть виповские машины, да? Да, вот они, как раз, видишь. Не струя себе. Куда ему столько? Да, блин, они всегда нужны. Ты че? Ну, тут же просто можно им какую-нибудь небольшую армию снабдить. Да, наверное, 20 штук, да. Одуреть, одуреть. Я первый раз вижу такую покупку. Сразу говорю, что он неправильно сделал. Он купил все кразы армейского цвета. Когда он будет добывать, например, разные ресурсы, он хрен вспомнит, в каком кразе, что у него лежит. Ему надо будет их номеровать. Понял, да? А я, друзья, понял, что добыча полезных ископаемых на этом проекте эволюционировала в высшую степень фарма. И этим здесь занимаются многие. И, как вы можете заметить, по-серьезному. То есть, действительно, по-серьезному. Ну, а на этом, наверное, и будем заканчивать. Потому как будни работяги подходят к концу. Я тоже пофармил, посмотрел какой-то ивент. Ну, и показал вам один день из жизни дорожного работника. Работа интересная, абсолютно не банальная и не похожая на многие проекты. Поэтому заходите, устраивайтесь, играйте, получайте свою долю удовольствия. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Продолжение следует...